I have ways of blowing things up Bunker Да, видите, кстати У меня было еще такое ощущение в прошлый раз Когда я выходил, что здесь место Под три столбика кассет Сейчас, если вы меня спросите То там место еще под две кассеты Поэтому Возможно, это еще не конец Да, 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 кстати Вот здесь мы остановились Давайте начнем с психолога Прошу, проходи, располагайся Погоди, я посмотрю, что там Он сейчас в бешенстве будет, да Из-за того, что Мы там кучу всего натворили Ему пришлось это разгребать Он сейчас будет прям орать И всяк такой, да Живой, значит Я уже было подумал Впрочем, неважно Это стало абсолютно неуправляемым Ты не смог убить цель Вырезал отряд спецназа Проигнорировал приказ Я даже не ожидал, что ты вернешься Да я бы, честно говоря, не возвращался Игра меня вернула Ах ты Тупой ублюдок Это последний шанс Малейшее нарушение протокола Повелся за самое немедленное Расторжение Нашего соглашения Ты физически не способен Понять, насколько наша работа Я был из ноль Я... Откуда ты знаешь? Отыскал Леона фон... Вот этого чувака Но... Но как? Ты не должен был об этом знать Расскажи мне правду Сейчас же Хорошо Да, разумеется Но... Кто рассказал тебе о Леоне? Не важно У меня есть свои вопросы Ну вот как Что ж Надо полагать У тебя есть вопросы Что такое нуль? Ну что мне интересно Сверхсекретный отряд Созданный во время войны Новая Мека Создала идеальных солдат При помощи экспериментальных наркотиков Таких как Хронос Ты был одним из них Ну, хорошо Допустим Это я предполагал У нас нет записей о твоей жизни До прихода в нуль Скорее всего Ты Волочил ничем не примечательное существование Нуль Заинтересовался тобой Из-за твоей агрессивности И Психопатической Тенденции Еще ребенком тебя предели В программе В проект Гамма Элитнейшее крыло отряда нуль Ага Для того чтобы усилить Твои природные способности Сделать тебя супер солдатом Тебе давали хронос Больше Ничего не известно Что за психопатические тенденции О У тебя отсутствует Естественное отвращение К убийству Которое обычно Испытывают люди Возможно я чего-то не понимаю Но мне казалось Что ты Упиваешься Смертью Эээ У меня нет выбора Я Я выбрал другое Это единственное Что мне нравится Я чувствую Чувствую себя живым Когда отнимаю Я выбрал У меня нет выбора Он Вместо меня Произошел выбор Мне нравится убивать Вы видели эту фигню Да Да Поэтому ты идеально Подходишь Для нашей работы Но это Не важно Нуль Занимался Очень Специфическими Можно даже сказать Сомнительными С морально-этической Точки зрения Военными операциями Но у Хронуса Появились Определённые Побочные эффекты Пардоните ребят На секунду Отлёгся Так Хорошо После окончания войны Мы свернули Производство Хронуса И почти весь Нуль умер От синдрома отмены Почему ты мне не сказал Ну блин Это вообще-то понятно Ну ладно Я занимаюсь Твоей реабилитацией Помогаю тебе Убедить Увидеть будущее Твоё прошлое Совершенно Ирелевантно Сейчас Нас интересуют Только полное уничтожение Запасов Хронуса Ага Пора Делать укол У меня ещё Вопросы Вообще-то Лично у меня Я не знаю Как у нашего персонажа У меня вопросы Прям есть С другой стороны Если все Кто Был в ноль Они умерли И остался последний То кто Второй Ниндзя За которого мы играли Не забудь Взять папку Может быть Что-то там Блин Даже не суйся сюда Хе-хе-хе Да-да-да Даже не суйся Ай Ладно Пойдём Я так полагаю Что они со мной Связываются Только Единственная причина Потому что Единственная Кто могу Сделать Вот эти вещи Которые они от меня Просят Иначе Был бы Умер Так Бункер Уничтожить Все секретные данные Размещенные В тайной комнате В бункере Аль-Хасима Также известным Как Центр Синергетических Исследований Ожидать Серьёзного сопротивления Выживших Остаться Не должно Ожидать Серьёзного сопротивления То есть До этого Когда говорили Серьёзного сопротивления Не будет Я эти уровни Еле проходил Сейчас говорит Серьёзное сопротивление Так Центр Синергетических Исследований Ну Поехали Добро пожаловать Центр Синергетических Исследований Чем Я могу Я вас помню Вы косплеер Я что-то Прогуглил Аниме Про которое Вы рассказали И так и не нашла У Вот Оу Может как-нибудь Вместе посмотрим Я люблю Аниме 3D Тян Да Можно будет Почему Понятно Серьёзно Я только За Блин Проходите Пожалуйста Приходите Ещё Вы уже знаете Где работаю Пока Во всяком Случае Пока Во всяком Случае Может Загляну Почему бы Не пофлиртовать Я не вижу Никаких Минусов В этом Опа Мне не надо Вроде нет Интересно Нормально Я вот так Буду По лифтам Ездить Я понял Нужно их как-то ловить на развороте Да Хорош Да Я не собирался Ещё дверь открывать Карл Тут надо подумать Что мне делать Вообще Сколько ударов Я могу сделать А Я при ударе Я при ударе Он не может сделать удар Без шага вперёд Блин Это прям печаль Перепрыгнуть через эту штуку Я тоже не могу То есть Единственный шанс Пройти перекатом Это невозможно Я только открываю дверь Он моментально У меня стреляет Так Попробуем Отбить патроны Угу Сейчас Это отвратительный уровень Уже Мне он уже не нравится Вот такими вещами Я не знаю Что будет дальше Да ну Вы такие говорите Можно Спокойно Отбивать патроны Без замедления Угу Может оно И можно Да ну Блин Ну Вот такие вещи Уже начинают висеть Серьёзно Первая половина игры Спасибо Была прям в разы лучше Именно по экшону И потому что Происходило Начинаются вот такие вот В скобочках Ну нельзя Когда их 4 Надо когда 2 Начинаются вот такие вот Типа Невозможные задания Это начинает Серьёзно раздражать Первую пулю я отбиваю Вторую я не могу отбить Нужно переждать первую очередь Всё я примерно понял Что надо делать Сейчас попробуем Это осуществить Он делает 2 выстрела Потом есть вариант Проскочить Если умудрится Пережить Да хорош Если умудрится Пережить эти 2 выстрела Есть вариант Отскочить Это не то чтобы Прямо сложно Это вот Бесячно сложно Спасибо Ну меня щитовик Сразу же встречает Кто? До свидания Первую пулю надо отбивать Последний чувак оставался Я уже видел даже какая пуля меня бьет До свидания Жалко предметы нельзя переносить с собой Между уровнями Можно было взять там например какой-нибудь коктейльчик Я уже понял да Да ну Эй чё До свидания Ну это Я не знаю То есть первый заход всегда проигрышный Ты заходишь и шах и мат Так можно зайти сюда кстати А зачем Этого чувака можно снизу типа достать Вниз Ну понятно вниз Ага Как только я бью У меня перекат перестает функционировать Грубо говоря Я понял Да хорош Боже Оооо Ну, туда был такой выход зайти, я так понимаю, что так лучше было. Можно было и в дверь к ним ломиться, но так было получше. Ха-ха-ха, какие-то кривые твари, серьезно? Вот эти бочки мне нравятся. До свидания. Офигеть, вы посмотрите, что там творится. Да, не в ту сторону, я тупо кнопки перепутал. Ха-ха-ха. Нормально. Это мы заберем, это мы пойдем. Вроде как пока что проходимо. Но тут уровень с лазерами и пулеметом мне очень не понравился этот кусочек. Прям отвратительно было. Да, серьезно ты? Ну, стреляй. А-а-а. Я понял. Я понял, зачем мне этот чувак нужен был. Ладно. Щитовик, щитовик. Щитовик. Серьезно? Ты меня бьешь? Извини. Конечно. До свидания. До свидания. Так, ладно, щитовик. Щитовик то пофиг. наверно ратыш я никак не привыкну к таким сюрпризом да там лифт взорвался лиза на это сработает понять что сработает а это еще все киношку мне показали бы узри комедия отважный воет крыл глаза от спячки ядовитой становится занятная над первым актом занавес опустится уж скоро ожида не дождусь а ясно понятно надо автоматчика сюда дождаться а а что блин чувак так вообще я отреагировал бюстик такой щит прилетать да на зачем ты на два этажа то провалился карл да чтоб тебя это было близко мне нужно чтобы этот чувак сюда подошел сюда говорю подошел да хорош там торчать киану блин у него такая прическа просто кстати вот эта фишка насчет того что в конце можно просмотреть уровень целиком но он отбивает щитом и все ты ему больше ничего не сделаешь нажал shift нажал отбить не блин что меня умудрилось убить здесь все нафиг все нафиг отчего я отскочил только что что за фигня была вот эти непонятные отскоки каким блин образом угу серьезно игра себя ведет иногда абсолютно неадекватно абсолютно неадекватно я не знаю почему ну да тут ладно вот это вот я видел что я накосячил вот вот но иногда происходят такие моменты что в принципе не понимаешь почему так каким блин образом я в перекате был скорее всего был последний чувак здесь как же такое бесит то да ну каким образом блин я-то падаю ну а а а я в перекате был кого фига изначально пытаешься проходить красиво аккуратно потом начинает задалбывать вот такие вот тупые моменты которые происходят и начинаешь бежать быстрее и начинаешь больше лажать к сожалению но это же звездец просто какой-то да хорошо ищи бюстик никуда потратил что сейчас убило идите вы знаете куда на все-все-все-все нормально а этот прикрылся щитовиком какого фига пуля надо мной вообще летела нет там и устает три года конечно до свидания так дробашу провалиться ага спасибо именно в промежутке когда это он выстрелила до свидания вот когда я нормально когда контролирую ситуацию он меня не замечает как только я попадаю в какую-то дыру моментальнейшая прилетает до свидания как ты блин снизу меня так подстрелил ай блин бесит такие моменты до свидания до свидания сейчас мне тупо повезло что я сумел отбить я говорил что это последний чувак серьезно я в прошлый раз дошел до конца и меня игра тупо слила да это сработает спасибо что блин пистолет там можно было пройти кстати без пистолетом вот что что а здесь можно было пройти или я его бросаю я так и не понял короче что фишки ладно мне просто было интересно то есть я но это было понятно да это было понятно да То есть, все-таки мне проще там пройти сверху или что? Сюда, нет. Сюда. Да, мне там проще пройти сверху. Наверное. На самом деле, я не уверен сейчас. Попробуем. Вот эти вот маленькие фишечки в начале уровня, он стоит просто чувак. Стоит просто чувак. Он здесь ни о чем. Его убить нефиг делать. Но. С учетом, сколько раз тебе приходится перепроходить уровень, ты потом... Неплохо. Ну, он берет меня просто отпихивает, ну ты серьезно? Чувак берет меня просто отпихивает автоматом. Да, да, все. Вот я говорил, на что это рассчитано. Смотрите, вот он меня сейчас просто убил. То есть, в принципе, сам по себе он не имеет никакого значения. Но из-за того, что ты начинаешь много раз перепроходить уровень с этого момента, ты начинаешь время от времени делать какие-то ошибки, и он тоже собирает... Он тебя тоже соберет пару раз, так что вот один раз точно уже случился. Это на самом деле дурдом. Я бы, честно говоря... Ну, да, да. Ну, как бы я уже там просто видел, что у меня бы летит пуля, и ничего при этом невозможно сделать. Нормально. Ну, вот опять же здесь. Тебе нужно ударить этого чувака, но в тебя моментально летит уже другая пуля, и у тебя уже без шанса его вернутся. Чувак с пулеметом. Ну, вы поняли, да? Ладно. Я, кажется, понял, куда должен лететь этот пистолет. И все равно он меня не спас. Перекатит и неуязвим, чувак. Ага, я захожу в комнату, перекатываюсь, чувак меня просто отталкивает и застреливает. То есть, вот это довольно-таки нелегкий участок игры. Вот. И при этом... И при этом я могу вот так вот сделать. А иногда я не могу вообще ничего. Я не понимаю, честно говоря. До свидания, дебилы. Не-не-не, идите нафиг. Я туда не пойду. Хорошо, что мне их удалось на лазера заманить. Это, по-моему, вообще лучший сейчас исход событий был. Так, там есть радиоуправляемая взрывчатка наверху, да? Ну нет, ну как так-то? Вы видели, где этот топор, чертов, восстановился? План был идеален. Нажал, шифт, нажал, удар, кого фига? Стреляй. Кто меня там ждет? А тут что? До свидания. Кстати, я не могу пока разобраться, в чем подвох. Ну, дымовуха. Я могу взять коктейль? Могу. Это убьет вот этих ребят. До свидания. А что тут дым до сих пор не прошел? Нет, блин, ну вот посмотрите, что это было сейчас? Угу, понятно. Угу, понятно. Иди сюда. Там еще есть, это, дистанционная взрывчатка. Я уж не знаю, зачем она мне нужна. Тут можно взять коктейль. Тут, правда, есть еще чуваки. Но вот этого можно уфигачить дверью. Этого можно убить вот так. Ну, теперь дистанционную взрывчатку можно взять. Эту штуку... Эту штуку... Это я дым взял, да? Серьезно? Все растрынькано просто максимально бесполезно. Ладно. Дым почему-то сейчас не уходит очень долго. Ты дальше пойдешь? Нет? Вот этот чувак с рукопашкой. Ну, что это за свинство сейчас было? До свидания. Последний чувак! Второй раз уже, когда последний чувак меня убивает. Блин, время поджимает все дела. Ай, пофиг на вас. Да, это, конечно, сработает. Это босс? О, ты здесь. Ну, да. Я очень надеялся, что мы закончим наш танец. Будет весело. Фига ты вверх-то бьешь! Внимус. Серьезно? Я в перекате был! Да! Короче, да, перекат не спасает. Простите. До свидания. Нажал! Второй раз уже на это попадаюсь. Спасибо. Да хорош! Окей. Окей. Это было что-то новенькое. Ты Тагама, да? Как пятнадцатый? Ты тоже из нуль. Ну, понятно, что тоже из нуль. Я думала, из нуль остались только мы с пятнадцатым. Аль-Хасим заказывал мне людей и расплачивался Хроносом. Ты за ним пришел, да? За Хроносом? Ну, по сути, то же самое делают и с нами. Нам заказывают людей и расплачиваются с нами Хроносом. Здесь его нет. Не знаю, где Аль-Хасим его хранил, но явно не здесь. Его, в принципе, почти не осталось. Но на нас обоих точно не хватит. Я здесь не ради Хроноса. Что? Ну тогда зачем? Здесь нет ничего интересного. Ничего! Столько крови, столько боли. И все зря. Разве что... Тебе нравится, да? Убивать. Бессмертие, которое подарил нам Хронос. Власть над временем. Смерть перестала трогать нас, потому что после нее мы всегда возвращаемся. Мы можем прикоснуться к настоящей жизни лишь тогда, когда лишаем ее кого-то. Мне нет выбора. Да, я люблю убивать это. Вы продолжаете, знаешь, что ты должен... Та-та-та-та-та-та-та. Блин, я не то выбрал. Ладно. Мы с тобой... Мы с тобой стали богами. Я умирал и перерождалась. Я видела, как время скручивается в бесконечный фрактал возможностей. Нас... Я не успеваю. Кем мы стали? Рабами слабых людишек. Наш дар превратился в дешевый трюк. Рабами наркотика. Кто мы, если не два торчка, которые грызутся за дозу, черт их побери? Я понимаю твоя боль. Вот, мы можем помочь друг другу. Нам не хватит Хроноса, блин. Мы не сможем работать вместе, даже если захотим. Я не хочу, чтобы это вот так закончилось. Но разве у нас есть выбор? Есть, чувак! Чувиха, возможно, твоей крови еще достаточно Хроноса. Возможно, меня отпустит. Да! Так это... Хм-хм-хм! Да ты издеваешься нафиг! Вторая стадия. Ну, ужас, давайте. Мы можем сражаться вечно. Ну, это потому что... Ну, вот эта вот очередь... Просто каждые пушки каждый раз используют. От этого невозможно уйти. От того луча наверх... Нормально. Нет! Ты че? Ее свои же взрывы не берут, интересно? Она только что... Попала на свой собственный взрыв. А как вот от этого отходить? Не подскажете? Как от этого уходить? То есть, это перекатом или что? Что нужно делать? Ха-ха-ха. Да, это бесполезно. До свидания. Ну... Да, перекатом. Короче, ладно. До свидания. Ну, блин! Это сотый раз, когда ты делаешь одну и ту же ошибку. Меня не перехватить. Ты обречен проиграть? В твоей крови есть Хронос. В нем я... Я протяну еще пару дней. А, с ним я протяну еще пару дней. Типа... Если будешь... Если убьешь меня... Этим ты хочешь сказать? Да, ну куда ты, блин? Нет! Ха-ха-ха-ха. Два раза. Три раза. Почему? Что, блин, взорвалось на этот раз? Я кину в нее нож. Что могло взорваться? Я не пойму ее следующую стадию просто. До свидания. Рано перекатился. Перекаты буквально... Полсекундочки занимают. Да ну как ты меня взрываешь, блин? Ну это же моментально. Просто бах появился рядом. Бах взорвало. Все. Все. Ты издеваешься нафиг. Ты посмотри на это читерство. Вот. Все, да? Пожалуйста, все. Убей тех, кто превратил нас в это. Отомсти за меня. Доступ запрещен, требуется сканирование. Она сейчас просканирует. Просканируй, пожалуйста. Доступ запрещен, требуется сканирование. Ну так под... Ну и что, по-вашему, я должен сделать теперь? А, голову отрубить. Открыть дверь. Да. Это вот, блин, это просто сейчас издевательство. Была вот эта битва с боссом. Кроме того, что она требовала вот этой реакции. Это было просто огромнейшее такое издевательство. Убей ребенка. Убей ребенка, убей ребенка, убей ребенка. Да я же говорю, мы... Мы бы победили, если бы не эти хиппи и чертовы с первого обнылись нафиг детишек убиваем. Убей ребенка. Убей, 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 убей! А кто там был в этом, в сейфе? Ну ладно. Ты куда? Смерть цели не подтверждена. Какого фига ты делаешь? Ты... Ты вообще понимаешь, что ты наделал? Я... Я весь день до дочери дозвониться не могу. Телефон, телефон мне больше не понадобится. Я... Я всем объясню, меня никто не тронет. Я ни в чем не виноват. Ты мне солгал. Нет, все, мне пора, надо уходить. Мне мало времени, мне нужно идти. Ты знал, что это не просто сны. Что? Ты что несешь? Почему ты не помнил своего прошлого? Ты что-то со мной сделал? Хоть медаль моя настоящая? Почему не помнил своего прошлого... Ну блин, такие вопросы... Ему задавать вопрос... Почему он в красной ауре, мне интересно? Иди нафиг отсюда, чертов поехавший торчок. Ты что делаешь? У тебя ломка, не подходи. Ты... Я... Остановись, так нельзя! Я дам тебе немного хронуса, сколько захочешь, только отпусти, умоляю. Человеческий мусор. По-моему, он уже мертв, мне кажется так. Почему? Что-то мне подсказывает. Я забрал хронус? Две дозы? Три дозы! А башка не слетит от этого? Чего я могу еще сделать? Обыскать тело? Конечно, обыскать! Мы подобрали правительственную ключ-карту. О, это хорошо, что я подобрал. Обыскать-ка портфель? Конечно, обыскать! Доставка хронуса 3, 30 каждой среде звонит, 286 раз. Лаборатория по разработке спецвооружения. Здесь и досье есть. Открыть папку. Объект 0. Сотруднику 0, крыло гамма. Сотрудник 0. Объект 0, сотрудник 0. А, интересно, кстати. Крыло гамма. Опытный правительственный агент, возможно, наем третьими лицами ликвидирует в случае появления сомнений в деятельности организации или обнаружения данных о хронусе. Пойдем отсюда. Вернуться домой? Да, вернуться. Мы все обыскали. Ну, на мой взгляд, все обыскали. Так. И кто мне за квартиру заплатит? Та-та-та. Мэм, здесь было совершено преступление. Мы не нашли его родственников, так что может оставить все, что найдете в квартире. Себе. Ммм, ну ладно. Эмм, а это кто? Желец из квартиры со сломанной дверью. Как, у меня в квартиру кто-то забрался? А, их сосед тоже убили его. Ну, если б не так, так от передоза мужик торчал плотно. Да, вы проходите. Ну, девочка, она же вроде как в этой квартире жила, потому что в этой квартире в правой жили два Нарика, а в левой жила девочка. Ну, то, что я говорил с самого начала, что девочки, скорее всего, никакой не существует. Или же она в нашей квартире, но... Ой, блин. Жизнь за жизнь. Я хотел там... Я вычту стоимость двери так-то так. Вы не видели маленькую девочку? А где его дочь? У него нет... Не было дочери. Дочь? Ну, это понятно. Сюда нельзя с детьми, я всех жильцов предупреждал. А этот вообще бабылем жил. Дети? В третьем районе? Уж, конечно. Не было у него детей. Обычный наркоман-холостяк. Банчил себя потихоньку. Гражданин, пройдемте, пожалуйста. У нас есть вопросы. Я никуда не пойду. Встань на колени и держи руки так, чтобы я их видел живо! Сдавайся, никто не пострадает. Может, в квартире что-то еще было? Я просто... Центральное это... Хава, скотт 452, дом 298. Мужчина среднего телосложения, одет в халат, при себе самурайский меч. Халат? Это кимоно, между прочим. Может, это реально халат? Рэнди, он под ориентировку подходит. А? Неужто он? Че, змей? Семь лет назад. Ну, да, здравствуйте. Хух. Крячься скорее, нуль. Это или мы, или кто-то из наших коллег. Говорит, ноль, целая цель нейтрализована. Устройство... Устройство деактивировано. Принято, ноль. Пятнадцатый, приказываю возвращаться. Если кто-нибудь нас заметит, действуйте по протоколу. Да, это мы. Это мы. А вот и блонди. Мы были партнерами. Все, нуль, были партнерами. Катана Зиро. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да, прикольно. Ладно. Видимо, так оно и будет. Ну, то, что девочка была нашим воображением, это и так было понятно. Мне кажется, что тут какой-то задел на вторую часть. Как оно мне видится. Потому что, как нам сказали другие нули, что у них были другие наниматели, свои какие-то. И, возможно, вторая часть будет о том, как мы будем уничтожать наших нанимателей. Ви мертв. Вот, кстати, видите? Выживший из нуль, сэр. Гамма-15. Принято. Тогда, я полагаю, пришла пора перейти к открытой конфронтации с правительством. Ха, ги. Да, все-таки, значит, получилось, что я прав. Это был финальный босс. Мы узнали некую правду. Я практически уверен, что в этой игре не... Ну, кроме того, тех двух концов, которые мы открыли, там, за жизнь, за смерть и всякое такое. Я уверен, что есть еще какие-то варианты как-то все сделать. Ха-ха-ха, он Синевласка, кстати. Вот, это у нас Блонди. И Блонди... Эм... Да. Ха, интересное кино. Вот. Хорошо. Хорошо, хорошо. Давайте сейчас немножечко... Просто появляются некие сцены, появляются новые мысли. Ну, давайте я соберу свои мысли в пучок. Значит, что я могу сказать по этой игре? Игра офигительная. Ну, вот, продолжение следует. Они прям прямым текстом это говорят. Спасибо. Ха-ха. Что-то еще будет? О! И только глянь, как она дергается. Трагедия. Ха-ха-ха. Исколь и бесценна, друг, комедия о горе ей. Ею готова на мучительная смерть. Хм... Только давай позабавимся. Или девочка все-таки реально? Ха-ха-ха. Открытая правительственная лаборатория, режим прохождения скорости, сложный режим. Есть еще сложный режим. Да, спасибо, я понял. Да, ребятушки, прохождение на скорость, идите вы нафиг. Ха-ха-ха. Так, ладно, да. Буду ли я перепроходить эту игру? Наверное, я все-таки буду. Хотя некоторые моменты в конце меня заставили поплеваться. Вы это заметили, скорее всего. Ха-ха-ха. Вот, ладно. Я про то, что... Последний вот этот вот босс. И вообще, как организованы были боссы. Например, испытание для нас, где нужно было бегать от... На тебя выходили чуваки, ты их должен был убивать, потом должен был бегать от лазера. Последний босс. Чуваки на тебя выходят, и ты бегаешь от лазера. Потом ты бегаешь от лазера, и еще от лазера, и еще всякая штука. То есть... Ну, как бы, не знаю. На мой взгляд, это было не очень красиво. Я с самого начала эту игру сравнивал именно с Hotline Miami. И вспомните, какие были боссы в Hotline Miami. То есть, они тоже были до черта резкие. И в том же первом в Hotline последний босс, он зубодробящий. Там приходится его проходить очень-очень много раз. Но он не бесячий. Он очень сложный, но он не бесячий. Я даже не знаю, как это сделать. Потом босс-фургончик, если вы помните, из первой части. Прохождение первой и второй части есть на канале. Можете глянуть, посравнивать вообще без проблем. По стилистике, по сути, игра очень сильно напоминает Hotline. С этим я согласен. И этим она мне очень сильно нравится. То есть, стиль повествования очень крутой. История очень крутая. При том, что я понимаю, что я упустил примерно половину истории. Была куча слов и подсказок, где-то зашифрованных. Которые я потом только или перепрохождение смогу понять. Понятие или еще что-то. Игра неимоверно крутая. Что убавило баллов? Это то, что под конец начали появляться вот эти вот бомбящие моменты. Игра... Ну, то есть, смотрите, в чем прикол. В том же Hotline, извините, опять что сравниваю, в том же Hotline у вас равные шансы. То есть, тебя, в тебя раз выстрелили и убили. В них, в это, в моба раз выстрелили и убили. Все по-честному. То есть, да, тебя легко убить, но, по крайней мере, все по-честному. Здесь, например, если тебя отбросили, то ты очень долго встаешь на ноги. То есть, если тебя отбросили, практически гарантированно тебя убили. Если моба отбрасывает или он это, то он очень быстро встает на ноги. Вот насчет босса, например, того же и всякое такое. То есть, ну, на мой взгляд, это не очень правильно. Сделайте хотя бы равные вещи. Мне сделали замедление времени. На мой взгляд, если бы убрали полностью замедление времени, но сделали бы время реакции чуть-чуть получше, ну, то есть, ну, здесь все офигеть, как резко происходит. Выстрелы моментальные, все за долю секунды происходит. Бах, кто-то появился, кто-то в кадре появился, он уже в тебя выстрелил, он уже тебя убил, а ты только осознал то, что он появился. Возможно, я такой слоупок, да, я это понимаю. Но все же, все сделано офигеть, как резко, офигеть, как быстро. И в данном случае это не идет на пользу. То есть, я не ощущаю, что против меня люди. А против меня люди. Я бы понял, если против меня были бы киборги и там всякое такое. Против меня люди. И люди так не действуют. Это немножечко бесит. Я не против того, что приходится перепроходить уровни по 100-500 тысяч раз. Это нормально, это хорошо. Для таких игр это в полном порядке. Сделайте так, чтобы это не бесило. Пожалуйста. Вот, то есть, что я говорю, что убрать замедление времени, дать какой-то вариант отреагировать. Потому что зачастую тебе просто не дают шанса отреагировать. Там происходит дичайший рандом. То есть, ты только открываешь дверь, в тебя уже прилетает. Открываешь дверь, прилетает. И вот так вот по нескольку раз. Это очень было понятно, красиво видно на последнем боссе, когда самое начало файта, когда она в тебя стреляет лазерной пушкой. И просто перекатиться было не вариант. Был вариант только прыгнуть в воздухе, вовремя упасть и перекатиться. И то, если ты не подгадывал, она успевала перепрыгнуть и убить тебя лазером сверху. Ну, короче. Смотрите. Два последних босс-файта, которые были в лаборатории с этим испытанием. И последний босс-файт. Честно, они были отвратительные, на мой взгляд. Опять же, тут все очень субъективно. И это мое мнение, я ничего с этим не могу поделать, навязывать не буду. Но эти два босс-файта были отвратительные. Что меня еще бесило? Были моменты, ну, вы видели по прохождению. Потом, например, момент на телестудии, когда нужно было ехать на тележке. Это было на самой грани. Такого бесячего и нервного. Нервное оно было точно, но я не уверен. Возможно, это из-за нервов меня так вот... Ну, это очень напряженный момент был. Мне лично такие не нравятся. Хорошо, давайте начнем с того, что мне лично такие не нравятся. И, возможно, если вы помните, кто из вас достаточно взрослый, то когда-то на Mega Drive, на Sega Mega Drive была такая игра Animaniacs. Вот, и там тоже была киностудия, и там тоже был подобный уровень с тележкой, естественно, без катан и все дела. Но, вот, возможно, это моя травма с детства какая-то осталась. Ладно. Вот. Но, испортила ли всю эту игру? Нет, конечно. Нет, конечно. Игра офигительная. Игра очень крутая. К тому же, играя второй раз, уже можно знать те моменты, которые бесят, и проходить их уже по известному сценарию. Так что, окей, с этим можно бороться. Буду ли я проходить для себя второй раз? Для себя, да. Для канала, ребятки, извините, нет. Вот, возможно, мне там уже говорили, что есть секреты, и секретные боссы, и все, что можно. И там парочку раз во время игры я тупанул, где можно было сыграть лучше. Да, извиняйте, такое было. Но переигрывать на канал я ее не буду. Возможно, как-нибудь для себя. Вот. В общем-то, проект у нас получился не сильно длинный, но очень интересный. Мне понравилась стилистика, мне понравилась история. В большей части мне понравился геймплей, раз уж на то пошло. Да, меня побомбило несколько раз, и было пара неприятных моментов, но большая часть геймплея была приятная и интересная. Вот. Так что, огромное спасибо разработчикам. Понятно, кстати, почему Zero, потому что отряд 0, ну, да, как бы. Вот. Продолжение? Конечно, я буду играть в продолжение. Будет ли оно на канале? Процентов 90, что будет, если не будет какого-то помехи или каких-то других проектов. Но продолжение будет у нас на канале. Проходите, я его буду стопудово. Все, ребятушки. Могу ли я посоветовать эту игру? Да. Да, да, да. Я могу посоветовать эту игру, я ее советую. Она офигительная. Она очень классная. На этом у нас сегодня все. Будем заканчивать. Этот проект закончен. Но нас ждут другие, в которых мы с вами увидимся. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодуши. Всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok